Всем привет, с вами снова Леон, и мы продолжаем рассматривать инди-игры. На этот раз ко мне попала игра Don't Starvee. Ну, не знаю, как правильно назвать, но... Don't Starvee. Ну, давайте нажимаем Play. Новая игра. Можно выбрать персонажа. То есть, у нас, получается, джентльмен ученый. Ну, и что ж, ладно, допустим. Больше никого, в принципе, мы не можем тут выбрать, но тут достаточно большое количество персонажей. Почему закрыто? Потому что это бета-версия, я еще... Ну, то есть, игра выходит 23-го числа, 23-го апреля уже вышла, в принципе. Но я, к сожалению, буду нужден играть в бета-версию, потому что еще нет нигде полной версии. И ее придется ждать. Ну, посмотрим, что из себя представляет вообще игра. Как я понял, это что-то вроде Майнкрафта. Да, то есть, смотрите, мы собрали кусок травы, что ли, куткрайс. Собираем траву и... То есть, собираем ресурсы. Ладно, все это выглядит очень классно. Очень здорово это... Ух ты, еще что-то осталось, нет? В целом, у нас идет, как я понял, тут день. У нас есть здоровье, есть желудок. То есть, нам необходимо будет пополнять наш запас еды. Так, ну ладно, это уже интересно. Дикие ягоды. Слева у нас показаны те вещи, которые мы можем делать. Да, кстати, если вам понравится, то вставляйте комментарии. Я обязательно поиграю в эту игру в дальнейшем. То есть, чтобы сделать какой-то кампфайр, то есть, костер, нам необходимо будет... Так, подождите, нам необходимо будет... Угу, нам необходим будут бревна и вот это вот как раз трава. Так, ну вот уже, смотрите, можем сделать топор. Ух ты, отлично, у нас уже есть топор, это уже круто. Чтобы сделать, допустим, кирку, необходимо две палочки и камни. Ну, вон, камни я вижу. И так же у топора... Чего он не бьет-то? Он, видимо, только деревья рубит. Так же у топора есть свои... Ну, не у топора? Да, у топора, вот. У него есть, видимо, жизнь, и вот мы... Каждый удар отнимает один процент. Но зато мы получили... Ух ты, зайчик. Зато получили мы деревца. Так, какая-то большая сосенка, давайте ее срубим. На логу это может... Да, но как-то больше отнимает у нас количество топора. Ну, и она и ресурсов дает побольше, то есть... Ну, в принципе, круто. Так, для кирки необходим еще один камень и необходим... О, морковочка. Так, стойте, блин. Необходимо найти камень. Черт. Где бы нам взять камень? Так, ну палочки нашли. Подбираем, в общем, много всего. Тут, видимо, есть... Для выживания что-то непонятно что. Трап. А, ловушка. Бэкпак. То, что не открыто у нас. Костер. Фаерпит. Фаерпит гид. Чтобы взять фаерпит, нужны... Нужны нам камни. Ну, ладно, допустим. Так, и потихоньку день у нас истекает. То есть, видимо, к концу игры... Ну, точнее, когда наступает ночь, тут вообще невыносимо. Ну, посмотрим, что вообще из себя представляет игра... Представляет игра ночью. Но в целом, пока мне нравится. В целом, интересная стилистика игры. Пока не видно, против кого нам вообще предстоит тут сражаться. Но, как я понял, нам необходимо будет выбраться из этого всего мира. Решить все его проблемы. Чтобы выбраться на нас какое-то дело. Затащил. Так, что там у нас с киркой? Ага, можем и лопатку уже сделать. Ну, давайте сделаем кирку. Ух ты, как прикольно. Теперь у нас есть кирка. Замечательная. Так, а что у нас? Край земли, что ли? Офигеть. Слушайте, прикольно сделано, да. Вот он, настоящая индия-игрушка. С интересными идеями. Которые реализованы также очень классные. Вот, вся эта стилистика, ну, просто круто. Молодцы, респект. Респект те, кто делали эту игру. И потихоньку день у нас подходит к концу. Блин, надо уже собирать. Искать каменоломню. Точнее, камни хоть пяти-то искать. Где-то их видел, кстати. Так, камушки, камушки. Быстрее. Кстати, озвучка у игры также классная. Мне нравится. Всякие вороны озвученные. Всякие птички. Белочки, зайчики. Все. В общем, вся флора и фауна тут озвучена. Блин, куда это ведет тропа? Одна. Смотрим еще веточек. Нам нужно больше веточек. Так, как-то странно. Трупа как-то сделала обход. Так, морковочка. Ага, морковочку едим. Повышается у нас, в общем, кишечник. Повышается уровень кишечника еды. В принципе, все логично, круто. Вон, еще одна морковочка. Так, газон. О боже, что мы сделали. Умритесь, засранцы. Пауки. Умритесь. О боже. Зачем мы это сделали? Зачем мы вдруг начали... Пауков, боже. Это было не сочинение. Это, правда, было как-то глупо. И, смотри, темнеет. Черт. Становится темно. Ладно, съедим еще чуть-чуть. Костер, блин. Необходимо-то много нам. О боже. Тут нужно вышить еще. Так, что это? А, вот майн. То есть камень, видимо. Давай, 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 давай. Ну. Круто по несколько, в общем, дает камни. Камни за один такой валун. Блин, нам бы еще. Что, уж еще таких штуки четыре. И я вообще был счастлив. Игра стилизована очень круто. Очень круто. Еще раз повторюсь. Это вам не какой-нибудь Крайзи-3, в котором только, кроме графика, ничего нет. Никакого стиля. Боже. Так, отлично. Мы поставили костер. Теперь бы нам вообще какую-нибудь ловушку забубенить. Это что, ловушка у нас? А, то есть это ловушка, чтобы поймать зайчика. Понятно. Также можем сделать рюкзак. Ага, у нас появилось больше слотов. Круто. Фарм. Ферма. Вот. Какое-то дерьмо. Дерьмо и трава. Ладно, тут что у нас? Бэкпак. Тут костры. Лопатка. Что, были ямки, что ли? Что он не роет нифига? А, то есть он выкапывает всякую ненужную фигню, чтобы, видимо, нам в дальнейшем можно было что-то с этим сделать. Или посадить, допустим, дерево, посадить еще что-нибудь. Ну да, интересно, посадить траву можно. Так. Ага, открывает новые крафты. Круто. Значит, машина алхимии. Это что? Угу. Понятно. То есть тут все отображено, где что, как вообще, где мы строили, зачем мы строили. Мне кажется, или становится еще темнее. Ага, мы выжили. Мы выжили очередную ночь. Круто. Слушайте, это здорово. Так, ну ладно. Надеюсь, костер где-то будет обозначаться по карте. Потому что, ну блин, здорово, классная игра. Мне нравится. Если вам нравится, то оставляйте комментарий, поиграю в нее. Посмотрим, что мы вообще можем тут достичь. Так, давайте. Есть. Будем потихоньку нашу базу оборудовать. Делать ее в современном. В современном. По современным нынешним. Ох ты, заяц, стой! А, понятно. Смотрите. Ставим сюда ловушечку. Вот тут выкапываем. Зайц побежит. Ага! Проверит ловушку. Отлично. У нас есть зайчик. Мы поймали зайчика. Стой, чайчик! И у нас к тому же есть ловушка, которую мы можем использовать неоднократно. Это круто. Такого даже в Майнкрафте не было. А может было. Ну, по-кровению, я не помню. Так, ладно. Я теперь, я зря это выкапываю, потому что это ни к чему. Так, ладно. Будем дальше искать. Костер так и не обозначился. Ну ладно, второй день идет. Второй день. А зайца можно съесть? Ага, ты лайк, сайенс. В общем, нам нужна наука, чтобы что-то сделать с зайцем. Приготовить его как-то еще что-то. Угу. Ну, в целом, интерес придумано. Вот часы только нам не надо то делать, потому что они уже сразу автоматически есть. И это здорово. Так, морковочка. Ладно, срубим дерево. Давай же. О, замечательно. И морковочку еще даже возьмем. Где бы нам вообще найти тут камни очередные? Вот в чем вопрос. Заяц! Ага, зайц, значит, у нас... Так, подождите. Как ловушку активировать? Ммм, блин. Может так? Заяц сюда побежит, мне кажется. То есть, если мы будем копать отсюда? Давай, копай. О! Что-то нихера не получилось. Федики сайцы. Так, ну ладно, надо искать. Вообще, нам камни есть. Без камней вообще. Будут сложно чувствовать. Ну ладно, елок-то мы с вами нарубим. Еще успеем, а вот камни. Камни найти, это уже... Не знаю, мне кажется, сомнительно. Блин, опять эти паучьи норы. Которые, видимо, будут леяться с каждым днем. Угу, трой-карты. Замечательно. Ну же, давайте. Нам нужен камень, мы уже посмотрим, что мы можем дальше из него сделать. О, морковка. Ну, что-то... Что-то нифига, по-моему. Морковка не работает. Мы сколько жрем, как было там понты. 16. Так и осталось. Хотя мы, в принципе, желудок с вами... Делаем, чтобы мы были сытыми. Камень. Где этот камень? Скоро уже ночь будет, и... Это вообще нехорошо. Быстрее. О, морковка. Общарный камень. Та-ка-ка-ка. Ив каком-нибудь майнкрафте. Майнкрафт, конечно, попроще, тут интереснее. придумали мы на каком-то острове что ли я не пойму почему тут все вокруг вокруг вообще ничего нет блин поймаем и сайте все это требует зажать так ладно потихоньку наступает ночь и это значит нам надо где-то перекантоваться найти наш костер где-то вот у друг думаю спеем а если не успеем то значит поставим другой но все-таки надеюсь тупость от где-то остался блин а не найдем что-то отстой в принципе я тут что блин ладно чашки с костром поставим вот тут день вот все отлично ладно дачку иначе начнем где у нас топор работа будем проводить с вами будем лесорубами по крайней мере можем поблизости вырубить все эти елки да и ночь бы еще продержаться можем еще выкопать эти пеньки выкопать пеньки о еще дерево он еще слушайте круто шишки еще трава ну и все в целом тут у нас все больше ничего не осталось посмотрим мы можем создать ничего нового тут веревка он нужно для молотка дальше у нас начали для выживания клетки можно поймать маленьких животных и бэкпак машину бы вот эту еще создать но где в найти камень и золото в чем вопрос и вот еще можно дерьмо где-нибудь некий точнее получается ферму что ли делать здесь даже быстрая ферма все равно нужно нужно дерьмо дерьмо и зерно и бревна так ну ладно подождем чё костюр-то горит да вообще чё-то темный темно темно о восстановили чуть желудок и правда правда печально вот ягодки можем съесть вот еще чуть восстановили да то есть постоянно доследить и ну возьми мы выжили это круто так давайте на какую-нибудь циферку что ли поставим вот вот циферка два где он еще топор топор на три поставим вот очень удобно все так ну а пойдем дальше вверх в лес потому что блин тут мы ничего не нашли толково ожирать то надо что-то блин и камень нужен очень нужен камень так делать здесь дерьмо только дерьмо которое там было нарисовано тоже пока непонятно ну в принципе все мне кажется на логике основывается лун на логике жалко мы там пауков конечно выпустили а тут тут это камушек ммм ооо че там мы нашли ух ты смотри целых два камня так давайте ух ты еще золото выпало это вообще круто потому что мы можем сразу сделать что севильное а а понятно эффектнее надо делать эту личные продолжаем бурение А ну круто Соберем еще веточки так что это у нас тут кладбище что золото просто золото лежит на кладбище через можно могилу что-то мы подобрали там фресбайерс еще какая-то земля грязь что понятно черпи что ливень пойму что такое вещество робот еще чуть по-разному с этих могил выкладывает в целом понятно здорово он еще могила так посмотрим чем не зарыто герой а он очень голоден у нас зубы блин зачем нам зубы семена посадим потом так желудок и конечно да зайца так попробуем ловушечку так и попробуем копаем зайца блин не удалось так мы дошли до каких-то вас блин после тоже круто но что-то все мы дальше и дальше в лес уходим там видим больше муравей вода шахты давай давай лома есть может потом можно будет стены какие-нибудь строить я бы не отказался от стены в принципе в муравейнике мне кажется есть какой-нибудь вон он там был на карте да чем-то похоже игра на террарию но блин это намного круче мне кажется с такой стилистикой хотя террария забавно этом очень большое количество крафт ух ты сколько камня я ждал все это в диме так ладно еще скоро день-то подходит концу все надо завязывать с камня копательства делать офигенный костер о да это круто слушай и делаем машину по машину науки общем вот так и ух ты смотри сколько у нас появилась то всего появилась для файкинга очень дела еще открылись так не так не открылась а мы можем прибежать любить нажать то мы хотим у нас сейчас просто загнемся тут не будем ничего делать говно мы так и не нашли свой магия еще есть magic дресс-код то есть разный внешний вид боли плохо что мы не нашли с вами ничего смотрим но чё-то все так и можно есть кролика жалко не есть такой кролика сажали о правка восстанавливает жизни а шишечки шишки нельзя жрать и землю тоже робота также и не так темно блин уже почти темнее она покурим тут главное обозначить это место что мы тут были так ну я думаю ладно в целом и посмотрели всю игру она интересная